Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всегитай. Ну что ж, сегодня у нас на обзоре очередной хитяра от компании Xiaomi. Да, это Xiaomi Mi 8 Lite. Вот он, красивый смартфон еще на Snapdragon 660. Ну что ж, садимся поудобнее, берем чай, печенюхи, мандаринки, и давайте же узнаем, крутой это смартфон или же нет. Поехали! Дизайн. Ну что ж, друзья, Mi 8 Lite, конечно же, похож на Huawei или Honor, но фишка в том, что в этом году все, блин, смартфоны плюс-минус одинаковые, поэтому я даже не заморачиваюсь. Да, у него стеклянная зеркальная задняя крышка. Девушкам это точно понравится, потому что это тупо зеркало. Парням, ну, кому-то понравится, кому-то нет. Мне лично лучше бы сюда установили просто стеклянную заднюю крышку с красивым переливом и все. Во всем остальном, друзья, у нас тут алюминиевая рама. Сборка великолепная, щелей нет вообще, хруста нет, все великолепно. А также отмечу эти пластиковые выводы под антенны, потому что они здесь просто идеально посажены. Ты пальцем даже не чувствуешь. В общем, друзья, молодцы, компания Xiaomi. Сборка здесь обалденная. Разъема для наушников, конечно же, нет. Тут только USB-TFC и все. Лоток для сим-карт комбинированный. Да, инфракрасного датчика, конечно же, здесь нет. Но хотя бы есть светодиодный индикатор уведомлений, который находится в маленькой маноброви. Mi 8 Lite получил дисплей на 6,26 дюйма с Full HD+, разрешением и, конечно же, матрица IPS. Но самое крутое это рамки вокруг дисплея, потому что, наконец-то, они стали маленькими, друзья. Да, тут рамки по факту такие же, как на Xiaomi Mi 8, которые стоят, блин, в два раза практически дороже. Это круто. Да, если мы берем Redmi Note 5 и просто смотрим на фронтальную часть, то мы понимаем, что Mi 8 Lite получил, ё-моё, минимальные рамки. Да, есть, конечно же, небольшая манобровь, но все же рамки вокруг дисплея стали меньше со всех сторон. И это круто. Сам дисплей, конечно же, здесь великолепный, потому что у меня к нему претензий нет. Тут максимальная яркость хорошая. Минимальная тоже обалденная, потому что это смартфон компании Xiaomi. Самое интересное то, что картинка стала более насыщенная, вкусная, контрастная, если сравнивать с Redmi Note 5. То есть, друзья, здесь все хорошо. Максимальные углы обзора, хорошее олеофобное покрытие. Белый цвет, да, не самый крутой, я бы даже сказал, он здесь немножко мутный, если сравнивать с Redmi Note 5. Но фишка в том, что это смартфон компании Xiaomi. И да, не стоит забывать про рандом. Кому-то повезет, кому-то нет, поэтому, друзья, не заморачиваемся. Дисплей здесь огонь. Звучание. Ну что ж, Mi 8 Lite получил один мультимедийный динамик. Да, стерео здесь нет. Но в целом, друзья, звучание хорошее, нормальное качество, нормальная громкость. Но если взять Redmi Note 5, то, друзья, Redmi Note 5 все равно будет чутка погромче. Да, качество у них плюс-минус одинаковое, но громче звучит Redmi Note 5. Ну что ж, еще хотелось бы отметить разговорный динамик. Потому что, блин, это смартфон компании Xiaomi. И тут все великолепно. Хорошее качество, хороший запас громкости. То есть, друзья, как звонилка, смартфон показывает себя великолепно. У меня лично претензий к нему нет. Сеть ловит хорошо. Производительность. Ну что ж, внутри данного красавчика Snapdragon 660. 4 гигабайта оперативной памяти. 64 встроенной. Работает на MIUI 10. И да, черт побери, в повседневных задачах смартфон работает быстро. Не подвисает. Плавная анимация. Ничего не вылетает. В целом, друзья, данного смартфона, данной производительности, всем хватит за глаза. Для наглядности, вот вам небольшое сравнение, так сказать, спид тест Xiaomi Redmi Note 5. Но учитывайте, что Redmi Note 5 получил только 3 гигабайта оперативной памяти. И Snapdragon 636. Так что, друзья, оценивайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С игрушками, как вы понимаете, проблем вообще нет. Потому что это Snapdragon 660 и все здесь хорошо. Танки спокойно можно запускать на высоких настройках, при этом получая 50, 60 FPS. Все зависит от карт. Новенький Asphalt 9 на максимальных настройках без проблем. Запускаем и не паримся. А вот PUBG лучше запускать на средних настройках. Потому что, если уже установить средневысокий, то нет, будут подвисания. Еще хотелось бы немножко рассказать о нагреве данного смартфона. Потому что тут все в порядке, друзья. Итак, вот вам результаты. Простое, друзья. Все хорошо. А вот результаты. Спустя 30 минут игры в PUBG на максимальной яркости. И знаете, все адекватно. Ты играешь и все хорошо. По корпусу вообще нет никаких претензий. То есть нагрев вообще практически не чувствуется. И по тестам, как видите, все великолепно. То есть, друзья, можно играть и не париться. Смартфон показывает себя очень даже хорошо. Разблокировка смартфона. Ну что ж, у нас есть стандартный сканер отпечатков пальцев, который работает быстро. У меня к нему претензий. Блин, нет. Это смартфон компании Xiaomi. И знаете, все смартфоны компании Xiaomi имеют нормальный, хороший, стабильный сканер отпечатков пальцев. Но помимо этого есть разблокировка по лицу. Давайте посмотрим небольшое сравнение с Redmi Note 5. Итак, вы готовы, друзья? Ну что ж. Ну, тут все понятно. Mi 8 Lite. Быстрее, реально быстрее. Да. Redmi Note 5 тут, к сожалению, сливает. Автономность. Ну что ж, внутри данного красавчика банка на 3350 мАч. Как бы неплохо. Есть USB Type-C. В комплекте идет обычная зарядка 5 Вольт 2 Ампера. Но это же смартфон компании Xiaomi. И да, он поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0. И да, я это все проверил. И, конечно же, смартфон заряжается быстрее. Поэтому, друзья, сразу покупаем нормальную быструю зарядку и все будет хорошо. Ну что ж, на деле, друзья, смартфон меня разочаровал. Потому что по факту мы получаем просто один день при средней нагрузке. Все. То есть, активный день данный смартфон не выдержит. Вы будете заряжать его два раза так уж точно. Потому что по факту, друзья, Mi 8 Lite показывает в точности такую же автономность, как Xiaomi Mi A2. У которого автономность была так себе. И по тестам, друзья, ситуация такая же. То есть, вообще никуда это не годится. Я думал, автономность будет нормальная. Но нет. К сожалению, как я и предполагал, в принципе, Snapdragon 660 это мощный процессор. Но батарею жрет он очень, очень даже хорошо. Поэтому, друзья, да, производительность нормальная. Смартфон быстрый. Но, к сожалению, автономность тут ниже среднего. Итак, тесты. Воспроизведение видео на YouTube на максимальной яркости плюс Wi-Fi 5 часов 35 минут. Воспроизведение видео на максимальной яркости. Фильм, скачанный на смартфон без интернета 6 часов 54 минуты. Игры на максимальной яркости плюс Wi-Fi. Самая требовательная игра PUBG. 10% заряда уходит за 18 минут. К примеру, Redmi Note 5 показывает целых 28 минут. Ну что ж, а вот теперь поговорим про камеры. Потому что они здесь точности такие же, как на Pocophone F1 или же на Mi 8 SE. В общем, камеры интересные. Итак, основной модуль на 12 мегапикселей Sony IMX 363 с диафрагмой f1.9 плюс дополнительный модуль на 5 мегапикселей от компании Samsung. А вот фронтальная камера. Здесь царская на 24 мегапикселя Sony IMX 576 с диафрагмой f2.2. И начнем мы, друзья, с портретного режима. Потому что он меня немножко разочаровал. Потому что на практике мы получаем просто какую-то акварель. И знаете, фишка в том, что именно такая хрень у меня была с Redmi Note 5. Но потом это все поправили с обновлениями. И все стало нормально. И вот теперь я беру Mi 8 Lite. И тут в точности то же самое. Я сделал сравнение с Pocophone f1. И черт побери, в портретном режиме здесь просто акварель какая-то получается. Надеюсь, с обновлениями все это поправят. В обычном режиме мне смартфон понравился. Потому что он снимает довольно-таки неплохо. И да, конечно же, я сделал сравнение с Pocophone f1. Потому что, блин, модули одинаковые. И знаете, на Pocophone f1 лучше баланс белого. Да и детализация буквально чуть-чуть лучше. Но это все видно при очень детальном осмотре. А так вы особо разницы не заметите. Но самое интересное то, что при плохом освещении внезапно лучше фоткает Mi 8 Lite. Да, как-то вот так вот, друзья. Так что смотрите и оценивайте, кто вам нравится больше. Pocophone f1 или же Xiaomi Mi 8 Lite. Фронтальная камера, конечно же, здесь обалденная. Потому что она уделывает Pocophone f1, Xiaomi Mi 8. Короче, фронталка здесь царская. Селфи можно делать каждый день. Ну и, конечно же, есть портретный режим. Ну что ж, друзья, если подвести итоги, то Xiaomi Mi 8 Lite это офигенный, шикарный, красивый смартфон. К которому у меня лично претензий нет. Тут все обалденно. Тем более, если стоимость опустится до 200 долларов, это будет просто горячий пирожок. Но, друзья, вы должны понимать, что главный минус данного смартфона это автономность. Потому что лично для меня нет, смартфон не подходит. Потому что автономность здесь, ну, никакая. Блин, один день при средней нагрузке? Нет, это мало. И поэтому, друзья, вы должны понимать, если вы суперактивный пользователь, там, игрушки, ютубчик, там, твиттер, инстаграм, вы прям залипаете в смартфон. И вы не хотите заражать его два раза в день, то, конечно же, Mi 8 Lite вам не подходит. Но если вы обычный пользователь, не фанат там конкретный. Вы просто играете немножко, немножко смотрите ютубчик, там, соцсети. И буквально чуть-чуть все в пределах нормального, то, конечно же, данного смартфона вам на день хватит. Но не более того. Поэтому, друзья, смартфон шикарный. Тут и камеры хорошие, и нормальная производительность, и хороший дисплей, и звук здесь нормальный. Все, в принципе, сбалансировано, кроме автономности. Redmi Note 5 поистину самый, наверное, сбалансированный смартфон. Потому что тут все хорошо. У меня лично к нему претензий нет. Да и вообще все прекрасно знают, что Redmi Note 5 это, наверное, да, самый сбалансированный смартфон. Тут все адекватно. И автономность, и производительность, и камеры, и звучание, как бы, к нему претензий нет. А вот Mi 8 Lite, конечно же, на голову выше, чем Redmi Note 5. Но его главный минус, как по мне, это автономность. Но в любом случае, друзья, это лично мое мнение. В общем, ссылочка будет в описании. С вами был Димон, канал Всю Китай. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok